Денис Борисович, здравствуй. Я участковый полномоченный Бычков Дмитрий Сергеевич. Разреши, я пройду. Дмитрий Бычков пришел с проверкой, что называется, по месту жительства. Он старше участкового полномоченной. В обязанности входит проверять поднадзорных. Денис один из таких. В места не столь отдаленные он попал за кражу и грабеж. Теперь его регулярно проверяют участковые. Как живет, не злоупотребляет ли алкоголем, не буянит ли где и тому подобное. Я тебя предупреждаю о недопустимости совершения административных правонарушений. Это к тебе относится появление в общественных местах в состоянии пьянения, там распитие спиртных напитков. Ну и основное это недопущение совершения преступлений, краж или каких-то иных грабежей или иных насильственных противоправных действий. Потом роспись в документе. Таких поднадзорных, как Денис, в районе у Бычкова немного. Но с теми, кто есть, хлопот хватает, говорит участковый. Округ у Дмитрия небольшой. Всего три улицы. Гагарина, Татарская и Ленинского комсомола. Однако нарушений предостаточно. Только за этот год 50 дел о неуплате административных штрафов, 15 преступлений по фиктивной прописке мигрантов. Вот только 17 ноября задач поменьше. Как-никак, профессиональный праздник. Дмитрий работает в должности всего два года. Однако уже добился определенных успехов. Всего за год с небольшим за высокий показатель служебной деятельности по ходатайству руководства его повысили до старшего участкового. Ставил выбор либо участковый, либо дознаватель. Не секрет, у меня отец работает в орган внутренних дел и также, можно сказать, практически всю жизнь поработал участковым. И, наверное, по его примеру, пошел по этим стопам. Таких участковых, как Дмитрий, в Рязани трудится около 130. человек. Исполнительных, стрессоустойчивых и юридически подкованных полицейских. Как написано в служебной характеристике. Впрочем, простые люди ценят не столько это, сколько обычную человечность. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.